И у вас резко падает вязкая сторона. У вас получается что-то типа сверхтекущей жидкости. Вот это вот интересный момент. Эти шарики содержат жидкий именно сок на галли, а поверхность это хлорид галли, пленка. И вот эта пленка-хлорид галли, она именно туда тесно-сообразным образом вытягивается хлорид гермальный. То есть и вот по нагрузкам на эти макуры, мы определяем, ну не мы, а те, кто это определяет, они определяют там момент, когда это все должно как бы схлопнуть. То есть вот при каких-то температурах у вас вся эта штука, она схлопывается. У вас это тоже почти мгновенный процесс. Ну то есть это вот немножко сравнимо с вашими этими астрономическими штучками типа взрывов сверхнов. Вот я просто... Фазовый переход, понятно. Да, да, вот этот вот фазовый переход. Просто интересно то, что скорость очень высокая вот этих сколовок. Ну и у вас вся вот эта... Все пленки-хлорид галли, они разом вот взмывают наверх. Ну потому что они там вот совсем другая... Они соединяются друг в друг. И у вас получается, что вот эти шарики, они просто разделяются, разделяются вся эта масса на две фазы. У вас чисто жидкий металл и жидкий вот... Хлорид. Хлорид, да. Хлорид. Я не знаю. Я не знаю. Город. Над нами гора... Значит, верхушка это 4 километра, примерно. Ну, кстати говоря, вот то, что мы ехали вот немножко не совсем по прямой, означает, что мы, как вообще говорят, приехали прямо под центр горы. То есть над нами центр горы. То есть вот те самые 4 километра. То есть максимальная там вся одна быра. То есть у нас здесь где-то 1700, то есть 2300 примерно над нами гора. Но поскольку у нас здесь есть минимальное расстояние до поверхности, это где-то там только 1,5-2 километра, чтобы это было. Я даже не знаю. Честно говоря, это вот наши географы, геологи там что-то говорят, но у них лично не поймется. Но минимальное это, в принципе, в каком-то там направлении? В каком-то направлении? В одном только. Потому что во всех остальных это больше. Вот. И то есть у нас здесь примерно 4700, ну мы так считаем, 4700 метров годного эквивалента. Ну, опять, кто-то меня спрашивал насчет годного эквивалента. Это как будто бы вы ушли. Ну, для чего этот годный эквивалент тоже? Для чего бы вообще опустились в землю? Ну, как раз это из-за того, что мы получаем здесь только всего лишь 25. Потому что у нас космические лучи, вот если мы будем на поверхности, у нас космические лучи будут генерировать там лучше, на порядке больше. Собственно, вот это вот причина. Вот.